Здравствуйте, уважаемые зрители! В жизни, пожалуй, каждого человека возникает момент, когда он спрашивает себя, для чего я живу? Кто-то находит ответ на этот вопрос еще в раннем возрасте, а кто-то задает его себе до самой старости. Рано или поздно человек понимает, поддержание своего физического существования, еда, питье, сон, труд, работа и развлечение – это все временное. Есть еще что-то внутри, что пытается выбраться наружу и начать жить, жить духовно. Это означает общаться с Богом, уподобляться Ему и соединяться с Ним. С чего начинается жизнь? Жизнь началась со Слова Божия, которое прозвучало, и из небытия в бытие призвало мир. Началась жизнь. С чего начинается жизнь человека? Тоже начинается с призвания. Чудо такое, тайна Божия, которое нам, людям, не очень понятно, как из ничего появляется человек. Что такое духовная жизнь? Есть человек, он живет, ест, пьет, делает добро или зло, жалеет или не жалеет об этом, но понимает, ощущает, слышит в себе присутствие голоса, который зовет к большему. Это когда человек начинает слышать этот голос, призывающий его от земли, от плоти, к Духу, тогда начинается духовная жизнь. Иногда она в человеке началась, а он этого не знает, он еще этого не замечает, еще этого не чувствует, потому что она в нем началась. Это голос совести, это чувство благодарности Богу и окружающим, это проявление духовной жизни, первичное, зачаточное. Но важно, чтобы всякий человек, который, может быть, еще и не осознает, что он живет духовной жизнью, должен понимать, что если духовная жизнь в нем не начнется, если он не успеет ей начать жить и пожить, то напрасно проходят его годы. Духовная жизнь – это внутренняя жизнь, поэтому человеку важно обращать свой взор на внутреннее состояние души и на то, не болит ли она. Нужно стремиться жить по заповедям Божьим и соблюдать их. Каждому человеку надо начинать с той точки жизни, с того состояния, в котором он находится сейчас, сегодня. Откладывать на потом, говорить, ну вот когда настанет пенсия, у меня будет много свободного времени, мне будет нечего делать, я тогда буду входить в храм и делать добро, и вот так проживу последние годы своей жизни, что попаду обязательно в Царство Небесное. Мы знаем, что никто не гарантирует того, что мы доживем до пенсии, никто не гарантирует, что мы проживем сегодняшний день. Поэтому всякий человек, который сейчас слышит, смотрит нашу передачу, конечно, должен задаться себе вопросом, может быть, случайно, остановившись около телеэкрана, должен задать себе вопрос, ну а моя-то духовная жизнь, а как? Начнется ли она сегодня, с сегодняшнего дня? Она может начаться с молчания перед иконой, с взирания на нее и размышления о своей жизни. Она может начаться с милостыни, поданной человеку нуждающемуся, она может начаться с прихода в храм, может начаться с разговора с духовно опытным человеком, может быть, со своими родителями, более преуспевшими в духовной жизни, или со священником в храме. Начало может быть разнообразным, но путь, он во многом у людей схож. Нет духовной жизни без церкви. Однако встречается заблуждение, что человек, который ходит в церковь, уже автоматически живет духовной жизнью. Он знает заповеди Божии, вычитывает молитвы, соблюдает внешнюю сторону церковной жизни. Однако в его душе нет любви, он не борется со страстями и не совершает добрые дела. А ведь именно нам апостол Яков пишет, «Но хочешь ли ты знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Человек, задумывающийся, раздумывающий о смысле жизни, он уже стоит, может быть, краешком одной ноги на ступенях духовного пути для самой духовной жизни. К сожалению, человек, ходящий в церковь, порой абсолютно не живет духовной жизнью. И внешне, находясь, ходя в храм Божий, никаких признаков духовной жизни он на себе не несет. В том случае, если в нем не присутствует богомыслия, размышлений о смысле жизни, о Боге, об окружающих людях, если это размышление не растворено чтением Священного Писания и желанием поступать, жить в соответствии с прочитанным. Сколько примеров о том, что есть люди, которые считают, что они зашли в храм, поставили свечки, написали записки, то этого достаточно для того, чтобы откупиться от Бога и получить, ну, что надо, чтобы все было хорошо. Это не духовная жизнь. Человек может хоть каждый воскресный день вот таким образом приходить в потребительский храм, отстоять от Бога дальше, чем Лос-Анджелес отстоит от Новосибирска. Духовная жизнь – это живое, так же, как и любовь. Порой люди живут вместе в одной квартире, в одном доме. Порой у них даже в паспортах стоят штампики, что они муж и жена. Но любви между ними нету. И жизнь такой семьи превращается просто в мучения. Уже такое преддверие ада на земле. Ложь, лицемерие, страдания наполняют эту жизнь. Что сделать, чтобы вот такая семейная жизнь стала действительно тем, что устанавливал Бог? Надо остановиться, задуматься, посмотреть на себя вокруг и поискать хоть капельку любви, любви друг к другу. Что делать, если мы хотим выяснить, есть у нас, живем мы духовной жизнью или нет. Вот стоит также посмотреть на то, есть ли у меня стремление или какие-то хотя бы зачатки любви к тому, кто создал меня, к тому, кто исполняет мои молитвы. Есть ли у меня хотя бы начатки любви к тому человеку, который меня кормит, поет, одевает. Находится рядом. Вот если внешние проявления мы в себе замечаем, вот нормальных духовных свойств благодарности, терпения, великодушия по отношению любви и к Богу, ну тогда есть надежда, что какие-то начатки духовного пути мы уже положили в своей жизни. Важно, наверное, не закостеневать в том состоянии, в котором мы есть. Человек, придя в храм, переступив порог, может быть, первый раз поисповедавшись и причастившись, не должен считать, что он уже стоявшийся христианин. Вот любому растению, он даже вот этим цветам свойственно расти. Если сегодня они такие прекрасные, сегодня они такие благоухающие, если они попытаются остаться такими в течение двух-трех месяцев, это будет означать гибель для дерева. Цветы должны стать маленькими плодами, маленькие плоды должны войти в пору зрелости и дать семена. Вот это закон жизни, жизни природной. Духовная жизнь тоже требует движения. И первые испытия, первые причастия должны стать вторым, третьим, четвертым. Первые покаянные труды не должны остаться первыми навсегда. И как человек говорит, я вот молюсь Богу, я вот каждый день утром читаю «Отче наш» и вечером читаю «Отче наш». Это очень много для человека, который только что обрел веру, который только что узнал эту молитву. Но если человек десятилетиями утром и вечером читает «Отче наш» и этим довольствуется, то можно ожидать, к ним произойдет та же беда, что с деревом, если оно не будет расти, он останется бесплодным, его цветы быстро опадут, листья засохнут, а плодов с него никто не соберет. Надо развиваться. Развиваться, конечно, под руководством этого удивительного человека, который именуется духовник. Нужно читать, нужно стараться слушать Бога, который порой устами духовника, порой устами тех людей, которые писали книги, духовные книги для нас, священным писаниям. Нам говорит, нас учат, что нужно сделать сегодня, сколько надо времени посвятить сегодня Богу, сколько времени нужно посвятить живым людям вокруг нас, находящимся. Апостол Иоанн Богослов говорит, что если человек говорит, что любит Бога, которого не видит, а брата, которого видит, ненавидит, то это такой человек лжец. Потому что если ты пытаешься быть христианином и любить Бога, покажи это тем, что ты проявишь любовь к тем живым людям, которые рядом с тобой находятся. Сумеешь быть терпеливым, милостивым, благодарным к живым людям. Есть надежда, что к Богу у тебя те же самые чувства проявятся. Митрополит Сурожский Антоний в своих трудах пишет, «Дело в том, что все мы стремимся к духовной жизни и ищем ее не в том и не там, где надо. Мы часто думаем, что духовная жизнь заключается в различных переживаниях, которые у нас по временам бывают и которые связаны с молитвой, богослужением, с красотой пения, с красотой икон, со всем строем нашей православной христианской жизни. И стремясь к переживаниям, стараясь достичь какой-то возвышенности мысли, живости чувств, мы проходим мимо того, что является настоящим, подлинным содержанием духовной жизни». Каждый человек, пусть даже не живущий в монастыре, но который обрел богатство веры, он и веровал, и имел опыт день, два, три, неделю, год вот с такого свидетельства, что Бог есть. Потом происходит привыкание, потом для него осознание, что Бог есть, становится естественным состоянием, эта острота теряется. Но это не значит, что Бог теряет этого человека. Бог также рядом находится. Он дает человеку возможность, увидев, почувствовав, поверив, потрудиться. трудиться над тем, чтобы себя сделать, как бы получив аванс благодати от Бога, аванс веры, потом потрудиться, помолившись, поисповедавшись, поразмысливши, почитавши, углубиться в познание веры. Вера, как и любовь, дается не сразу и нелегко. Ее надо искать, добиваться. И только со временем, если человек постарается, приложит усилия, жизнь с Богом станет целью его жизни, духовной жизни. Веру в сердце человека сеет Господь. Сам либо через учеников посылал апостолов на то, чтобы сеять семена веры. Так бывает, что вера рождается либо действительно, как-то Господь явным участием в жизни человека рождает в нем веру, либо люди, церковь, священники, верующие люди, родители рождают в человеке веру. Вот они должны поддерживать то, что породили, то, что посеяли. Апостолы недаром именуются пастырями. Господь их посылал, как овец среди волков, сам о них заботясь. Потом апостолы заботились о своих учениках. Вот церковь потому именуется матерью, что она заботится о каждом человеке, который обрел веру, пришел к ней. Священник своих прихожан именуют чадами. А чада его именуют отец. Это знак свидетельства о том, что вот этот человек должен заботиться об укреплении веры в человеке. Если он проповедует Слово Божие, если он учит его, как жить, то, конечно, на крутых поворотах жизни, когда возникают непростые обстоятельства, когда возникают поводы для сомнения, прежде прежде всего, конечно, те, кто внутри церкви, должны своей жизнью, не только словом, а еще жизнью, поддержать человека. И в завершении нашей программы вновь приведу слова митрополита Сурожского Антония. Духовная жизнь вся сосредоточена не в человеке, а в Боге. В нем имеет свой источник, им определяется и к нему направлено. И если мы хотим говорить о духовной жизни, первым делом нам следует остановиться на том, что мы знаем от Спасителя Христа в Святом Духе, кто Он такой в нашей жизни и на том, чего мы можем ожидать. После таких слов напрашивается два вопроса. Какое место занимает Бог в вашей жизни и что вы ожидаете от Него? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok